Добрый день! Киа-сервис. Мы находимся в топливном цехе. зовут меня Александр. В данный момент будем проводить диагностику ТМВД ВОЖ цепи первой, применяя при этом фасунку Delphi 700, это все Европяля. И это для начала. Потом будем ДРВ клапан подключим, опять же топливный насос проверять. Начнем с проверки самого клапана. Для того, чтобы срабатывать при разных нагрузках, при разном давлении, при разных импульсах. То есть мы сначала будем проверять клапан, потом перейдем на диагностику клапан. В данный момент мы проверяем топливный насос в воздухе и сети одеть. Проверяем их по срабатыванию, но под разными нагрузками, соответственно автоматически. Парсунка заведом рабочая. Вот. На этом стене можно даже самопроверять форсунки одемонтированные. Стенд у нас такой задача, то разборим блоки форсунок. Так же самым нужно проверять механические форсунки. Сейчас идет по поводу сборки форсунок. В данном месте идет срабатывание на данной форсунке. Срабатывание на данной форсунке. И все параметры соответствуют. Вот. Парсунка, соответственно, можно проверить. Рабочая, то есть у нас тоже собиралась, ремонтировалась, восстанавливалась. Это не плохая диагностика. Помимо того, что можно ремонтировать форсунки, можно и продиагностировать. В принципе, можно все гуманаромские башни. Удачи! Приезжайте! Ну, расскажите немного об аппарате вот этом. Аппарат? В общем, аппарат. Ну, насколько все понимают, что такое система коммонрейли, это получается. Топлинный насос, рампа, или топливная мемориатри, соответственно, форсунь. Если что-то вы будете строить, соответственно, что работает. Вот. По поводу топливного насоса. Есть насос левого правого обращения, соответственно, у вас есть регулировка. Изначально. Есть переходные облизы у нас наличили по поводу диагностики самих топливных насосов. И предварительно перед установкой на стенд, мы делаем дефектовку самому насосу, начиная с подкачки, т.е. ТННД, топливного насоса с низкого давления, и переход уже на пружинный аппарат. Если все нормально, после этого мы устанавливаем наш стенд. В данный момент, именно сейчас на дисплее, у нас видно серфорсунь. Т.е. мы диагностируем форсунь, но у нас форсунь не может диагностироваться без сплава с вапоном, который стоит на топливном насосе. В данный момент, еще раз будем просмотреть, мы диагностируем топливный насос. Здесь, интересно, работаем с самым форсунь. После этого перейдем на серфорсунь, т.е. непосредственно будет дисплары по самому топливному насосу. Вот. Сейчас, в принципе, дисплары покачили, но попросту. Долго нет этой проверки? Эта проверка очень долго, ну, а если вкратце? Ну, примерно. Примерно. Примерно по времени с проверкой топливного насоса в порядке 25-30 минут. А, нормально. В принципе, как бы, на каждый тест-план здесь могут быть разные параметры. Ну, в среднем 2,5-3 минуты, 1 тест-план. Ну, как бы, не тест-план, а... именно... под определенным давлением, да? Вот. Вот. Давление 2,5-3 минуты, давление 2,5-3 минуты, давление 2,5-3 минуты. Ух-х-х-х-х. Взрыв, В принципе, мы его можем менять, как в меньшую сторону, соответственно, это будет, соответственно, при оборотах давление у нас будет 28, сейчас он опускается, вот, пожалуйста. Так же самое можно будет и приподнять, например. А зачем мы это делаем? Во-первых, изначально есть на каждый топливный насос, на каждый тест есть свои параметры для каждого топливного насоса. Соответственно, если, допустим, их нет в базе данных здесь, если они распечатаны, как-то можно сравнивать работу КПД или как производительность того топливного насоса на нашем стенде. То есть, я могу на данном месте установить больше давления, меньше оборотов. Ну, в принципе, это у нас стоит, в принципе, здесь больше. То есть, тоже здесь соточка, здесь вот 80. Так, а вот, по-моему, это или не это? Да, вот. На этом zero delivery, да? То есть, давление у нас должно быть нулевое при 800 оборотах. В принципе. Сам топливный насос внутри создаёт давление, там, по-моему, до 4 атмосфер. То есть, здесь 100% до 4. То есть, здесь он и проверяется, соответственно, на утечку. Опять же. Кто дома может собирать топливный насос и думает, ну, восстанавливать, реставрировать, да, как бы, своими силами. Здесь его тоже можно будет проверить. Основные утечки у нас идут через, как вот так вот, вот здесь. Через пунжерные опары, вот, посадочные места, вот, как бы, вот случится. В сам подкачивающий насос. И плюс обязательно надо смотреть на маджет. То есть, санвички, которые стоят внутри. Их обычно идёт два. Один идёт, масло не пропускает, сам топливный насос. Второй идёт, изнутри, не впускает топлива в двигатель. Потому что, если будут пропускать сами топлива в двигатель, будет подрываться массу уровень масла. Что чревато, с роворотом коленбаума, ну, выхода из строя лучшим КШЭМ и ДРМ. Значение меняется. А? Значение меняется. Да, это у нас, фу, вау. Ну, короче, это полная нагрузка. При 900 оборотах будет давление, допустим, 1600 Батт. Ну, производительность его, как бы и на то пошло, 1200-1300 Батт. И так, 1400 Батт. То есть, 160, то есть, 240 оборотах. И хотя, в данный момент, насос, фу, в принципе, даёт даже 1200 Батт. При 900 оборотах. Ну, значит, он уже исправен этот набор? Совершенно верно. Совершенно верно. Помимо этого, в данный момент, можно ещё у нас... Это мы проверяем через форсунку. Сейчас включу давление и заглушу. Потом есть ещё ДРВ-клапер, который устанавливается на рампу. Через него, в принципе, в основном, как бы, елис проявляется через форсунки. Подача, ну, слив, получается, обратки идёт через форсунку. Второй вариант, когда углушится, можно заглушить все, ну, на рампе все, поставить все заглушки, то есть, у нас сейчас формула инфорсунка. Можно поставить ДРВ-клапом. Через него будет происходить, протекать, как бы, топливо. Что мы сейчас, в принципе, сделаем? Что мы делаем? Мы сейчас будем заместить заглушки. То есть, в данный момент у нас всё уходило через... А, обратка вся уходила излишне через форсунки. В данный момент будет всё уходить через ДРВ-клапан. В установках отключим измерительные измерения на форсунки. То есть, как бы, импульсы у нас на форсунки подаваться не будут. А всё будет у нас происходить через ДРВ-клапан. Именно сам топливный насос. Проверка. Здесь на нашем стенде можно проверять на две линии. То есть, максимум две форсунки. Ну, исходя из того, что у нас на автомобилях стоит 4 и более форсунок. То есть, 4, 5, ну, минимум 4. Соответственно, полной информации, как бы, получить не можно. Исходя из того, что будет производиться тестирование на одной форсунке. Я же в данный момент просто проверял именно работоспособность самого клапана. И производительность насоса. Вот в данном... Вот сейчас, как раз, мы и посмотрим на полный, как бы, так... Объём или, как бы, полную производительность. То есть, соответственно, у нас будет обратка вся уходить вот через этот шланг. Топила будет считывать объём топлива, находящий через ДРВ клапан. При разных нагрузках. Вот. Вот. Топила мы. И поехали. Вот. Ну что мы ставим, мы ставим, а здесь ставим Bosch DLV, где-то так. И опять переходим на насос и поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Заответственно, выходя из того, что масса заходится по прямой, по большинству и по давлению. Захода с подопотей еще раз. Вот, допустим, проверим его там в полный потенциал. Оборозы увеличились. Можно увеличивать оборозы. При постоянной нагрузке в данном высокий процесс был рассчитан на 1450, то есть запасы, производимых у этого насоса. Что-то, но он новый. При этом была дефицитовка, запчасти новые, любого. Где написано, что 1450. Есть и капаскальные украины, есть бары. То есть, если бары, то берем тару. Бар, 1500 бар, на 40. 140, 2500. 20, 300. Что интересно, по поводу топливого насоса. 1500, мы сейчас просто сделаем вот так, то есть пусть и бары. Делаем обороты 300, даже в 250. И он останавливается. Нет, 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 в случае, в чем. Двигатель запускается, то есть, в основном, старт двигателя, то есть, властой ход или запуск автомобиля. Если топливый насос не будет создавать определенного давления при определенных оборотах, то есть, да, нагрузку на холодную, соответственно, топливый насос, ну, работать не может. Да, если он по энергии разогнает, он уже будет там качать, пускай, ну, кто не исправит. У нас рабочее давление при запуске автомобиля 250-300 бар. В данном случае, оборотов 256, то есть, как бы, это вот, как раз прокручивается 10-56 минут. Давление, в принципе, создаёт 120 атмосфер. Мы можем его уменьшить. На 30 вообще, да, практически, на 30 процентов. Это мы в пробки едем? Это мы просто, вообще, пришли зимой, холодно, вообще, как бы, холодно. И помимо свечей нокаута, то есть, нам доступ топлива, чтобы был. Топливный насос, чтобы вырабатывал, то есть давал давление, создавал. Вот, пожалуйста, 30 процентов, 256 обороты и 300 бар, то есть, это вполне хватает для запуска автомобиля. То есть, 256 оборотов, хотя обычно ставит 300. Соответственно, увеличивает давление. Если нужны эти спланы на форсунки, то есть, протестировали форсунку, можем распечатать этот сплан до восстановления и после восстановления. Ну, и документы эти подоставить при этом. Да, ну, так, у меня всё. Встретимся в следующий раз. В принципе, можем со временем показать и разбор на форсунок или на суток.